В эфире телеканалов Якутия 24 и НВК Саха, глава республики Саха Якутия Айсен Николаев. И сегодня мы подводим итоги ноября. Василий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, у нас по-прежнему главной темой остается борьба с ковидом. И как организована работа по борьбе с вирусом в Якутии на сегодняшний день? И можно ли говорить о том, что республика прошла пик второй волны или пока еще рано? Безусловно, борьба с ковидом, она сегодня в центре внимания, наверное, не только нашей республики, но и всей страны, да и всего мира. Вторая волна пандемии, она захлестнула всю планету. Уже 60 с лишним миллионов человек заболело по всему миру за это время. Огромное количество жертв. Вместе с тем, я хочу сказать, что, конечно же, в течение ноября месяца самое главное, что нам удалось сделать в вашей системе здравоохранения в рамках борьбы с ковидом, мы смогли удержаться, мы никогда не падали, скажем так, за 90% переполненности коечного фонда по республике, хотя вот по городу Якутску несколько дней у нас были пиковые нагрузки, когда 93-95% даже заполняемость была. И сейчас мы уже можем сказать, что на самом деле, по большому счету, вот по второй волне коронавирусной инфекции, особенности по городу Якутску, мы все-таки самый-самый пик уже миновали. Об этом говорят и результаты анализов, которые мы сегодня получаем, ну и ПЦР, и ИХ анализов. И самое главное – это количество обращений. Вот максимум, который у нас был, это в октябре месяце, в конце октября, начале ноября, это когда в сутки у нас поступало 15, 20 и 25 тысяч даже звонков в день на службы горячих линий от жителей республики с жалобами на здоровье. Конечно, не все это было ковид, и значительная часть это не была ковид, но вся ковидная инфекция, но это было ОРВИ, гриппозные заболевания. В любом случае была очень серьезная, такая, знаете, тревожная атмосфера и у людей, и в целом такое давление на систему здравоохранения. Я считаю, что система здравоохранения в целом вот этот удар выдержала. Выдержала во многом благодаря нашим медикам. Еще раз хотел бы пользу случаем сказать им от лица всех, якутия, наверное, огромное человеческое спасибо за то, что они все эти дни, все эти месяцы продолжали и продолжают бороться с этой болезнью, лечат людей, и благодаря их стараниям, на самом деле, вот мы сегодня можем сказать, что более-менее, вот мы все-таки самое тяжелое время, кажется, преодолели. Конечно же, этому помогло то, что у нас население все-таки самодисциплинировалось. К сожалению, мы помним сентябрь месяц, когда достаточно у нас легко относились к соблюдению ограничительных мер, помним праздники, которые в некоторых районных центрах у нас устраивали, там дни городов, дни сел и так далее, а так большие праздники культурные, развлекательные, после которых были очень большие вспышки заболеваемости. В целом и по городу Якутску у нас было достаточно большое количество людей, которые масок не носили, были большие нарушения в сфере общепита, в сфере торговли, но все-таки люди подтянулись, и в ноябре мы видим и значительное сокращение нарушений со стороны и предпринимательства, со стороны бизнеса, и со стороны людей. Конечно же, гораздо стало меньше людей без масок, все все-таки стараются соблюдать, и самое главное, в целом общество уже созрело для того, чтобы понять, что вот такие меры обязательно нужно всем, без исключения уже исполнять. И это на самом деле тоже очень помогло, я благодарен на самом деле всеми жителям Якутии за то, что мы все-таки смогли в себе преодолеть вот это такое, знаете, желание ходить без масок, не обрабатывать антисептиком руки, не выдерживать социальное дистанцирование. Конечно, большое спасибо бизнесу, что он тоже на самом деле показал, что и без локдауна, без тотального закрытия всех, и все учреждения и предприятия можно работать. И пример Якутии сейчас на самом деле вполне успешным считается, именно в части того, что мы, в отличие от многих других регионов, все-таки серьезные ограничения на сегодняшний день не ввели новые. Мы все-таки работаем в системе практически разрешенной деятельности для всех направлений бизнеса, за очень маленьким исключением. У нас всего лишь 300 человек сегодня находятся вот как раз в тех, которым, ну, по бизнесу которых есть запреты, да, вот это, в первую очередь, развлекательные, зрелищные, вот, все остальное у нас разрешено. И бизнес, в принципе, ответил, показал свою состоятельность, показал свою сознательность, я бы хотел сказать, да, и, конечно, есть нарушители, но грубых нарушений нет, их гораздо меньше, чем было той же весной или летом. Историю с бизнесом мы обсудим чуть позже. А сейчас, смотрите, если в целом по стране взять разбивку по регионам, кривые графиков, они, в принципе, похожи, да, то есть у кого одновременно был у всех подъем и так далее. Ну, и, собственно, проблемы, с которыми сталкиваются, тоже во многом одинаковые. Это в свое время нехватка очереди на КТ, проблемы в лабораториях, ну и так далее. И проблемы решаются по мере их поступления. Ну и, пожалуй, отличаются только методы борьбы с ковидом. Да, весной Владимир Путин, так скажем, дал это на отпуск главам регионов, чтобы на местах оперативно реагировали. В результате, что мы видим в ноябре? Бурятия объявила локдаун. Пример Москвы, часть ограничительных мер, они уже продлили до 15 января. А чего ждать у нас в Якутии? Вы знаете, мы в Якутии режим сейчас, вот если сегодняшняя ситуация будет сохраняться, и я бы даже сказал, вот еще мы все-таки ожидаем нескольких улучшений, именно по ковиду ситуацию, мы новые меры никакие ограничительные вводить не будем. Конечно, будет специальное решение по проведению новогодних мероприятий. Сразу хочу сказать, что я обязательно выпущу такое решение отдельное, в котором будут одражены основные подходы к решению этой проблемы. Ну, как раз по упразднованию новогодних праздников, больше всего сейчас вопросов. Мы будем указывать, что в госучреждениях, государственных органах власти, муниципальных органах власти онлайн мероприятия можно будет только проводить по празднованию нового года. Никаких таких очень больших мунняхов, собраний, праздничных. Да, к сожалению, в этом году мы обойдемся без них. Также будут, к сожалению, запрещены всякие развлекательные мероприятия. Но это тоже понятно, что мы не можем много людей сейчас собирать. Они сейчас запрещены, мы их просто не разрешим. Было достаточно много предложений со стороны надзорных органов, чтобы запретить работу общепита как раз на празднование нового года. Но я считаю, что это неправильно. Мы все-таки должны разрешить другой вопрос, что, конечно, компаниях по 100-200 человек собирать это будет тоже нельзя. Сейчас здесь ограничения компаний не более 15 человек. Могут собираться на дни рождения, какие-то мероприятия. То же самое мы оставим и на новогодние корпоративы. 15 человек, пусть там отделы, департаменты, маленькие предприятия сами отдельно собираются, празднуют, но не более. Я считаю, что это вполне лайт, легкие ограничения. Даже я бы не сказал, что новые ограничения. Это просто порядок того, как мы будем праздничные мероприятия проводить. Во всем остальном я не считаю, что нужно что-то запрещать. Дед Мороз, конечно, будет так. По школам, по детским садам мы разрешим проведение новогодних елок. Но, конечно, для отдельной группы, для отдельного класса, а не так, чтобы, как раньше у нас было, на всю школу, на весь детский сад один большой утренник. Без родителей, без допуска родителей на эти мероприятия. Ну, и, наверное, Дед Мороз будет в маске. Новый тренд. Новый тренд. На самом деле, Саня Сергеевич, считаю, новости из регионов. Губернаторам, главам регионов особо ты и не позавидуешь. Где вот та грань между ограничительными мерами и спасением, так скажем, региональной экономики? Здесь речь идет не только, ну, на примере Якутии, речь не только про малый и средний бизнес, ну, и также вот про крупную компанию «Алроса». Вы знаете, здесь надо понимать, что, конечно, ситуация по сравнению с весной выразительно поменялась. Вот мне сейчас тоже многие пишут в соцсетях, вот весной, когда было у нас там боле... В день заболевало там несколько десятков человек, вы тогда всю республику остановили практически, ввели огромные ограничения. А сейчас, когда у нас там болеет в день вот 200 с лишним человек, вы никаких таких мер не принимаете. В чем дело? Это неправильно, надо все и все остановить. Но, друзья, мы же должны понимать, что весной была абсолютно другая картина. Мы вообще не знали, что за болезнь к нам пришла. Помните, какие-то там самые разные новости, слухи об этой болезни ходили? Да, даже путь ее передачи не до конца был понятен, инкубационный период был непонятен. Анализы даже тогда, мы в день делали 200-300 анализов на всю республику. Для нас это казалось очень большим достижением, ну, в первые недели. Я уж не говорю там, что коечные фонды у нас тогда было развернуто на первой стадии 485 коек. И это по нормативам Минздрава как раз на большую, как раз, такую, знаете, инфекцию. Точно по нормативам все развернули на первом этапе. Но мы же учились постоянно, и здравоохранение училось, и бизнес учился, органы в госвласти учились, Роспотребнадзор учился. И мы сейчас понимаем, как с этой болезнью бороться, как ее лечить, как ее выявлять, какие меры необходимо принимать для того, чтобы распространение болезни остановить. В конце концов, у нас развернуто в республике свыше 3000 коек специально для ковидных больных. Это очень большая цифра. Она позволяет нам сегодня во многих районных центрах лечить не только тяжелых больных, но и средних, и даже легких больных уже на больничных коеках. Мы один из немногих регионов, которые могут себе это сегодня позволить. И, конечно же, в таких условиях, когда мы уже более-менее понимаем, кто нам противостоит, что это за ковид, что это за болезнь, в этих условиях все и вся запрещать, это чревато огромными потерями для экономики. Что такое потери для экономики? Это потери тех же доходов бюджета. Вот мы все остановим, а потом кто будет этим людям платить заработную плату? Кто будет платить заработную плату учителям, тем же врачам, если у нас не будет доходов в бюджете? И вот это, конечно, очень тонкая грань, по которой надо пройти и руководству страны, и руководству регионов. Я на самом деле очень благодарен президенту нашей страны, Владимир Владимирович Путину, что он весной, понимая всю серьезность ситуации, позволил регионам действовать самостоятельно. Без оглядки на решения министерств ведомств федеральных, он нам дал прямое поручение. Вот вы на местах работаете, вам виднее, действуйте согласно складывающейся обстановке, берите на себя ответственность. И вот поэтому там, где губернаторы, главы регионов считают, что проблемы уже перешли к какую-то черту, и реально есть угроза огромному количеству жизней людей, там вводятся серьезные ограничительные меры. Там, где все-таки мы видим, что нам тяжело, нам непросто, но мы справляемся, система здравоохранения справляется так, то, конечно, в этих условиях вводить ограничительные меры и тем самым десятки тысяч людей оставлять перед наступающим Новым годом, без зарплаты, без работы, без доходов, оставляя региональные и местные бюджеты. Ну, конечно, этого тоже нельзя делать. Поэтому мы принимаем решение, что с каким-то определенным, не очень большим рядом ограничительных мер, которые надо строго соблюдать, мы все-таки эту ситуацию сможем пройти. Хорошо. Ну, давайте теперь к другим событиям ноября обратимся. В ноябре вновь активно стали обсуждать вопрос моста через реку Лена. Традиционно тема актуализируется в Распутицу, когда нет еще ледовой переправы. Расскажите об участии в транспортной неделе в Москве, где был подписан, вернее, подписан ряд соглашений, и представлен макет Ленского моста. По Ленскому мосту мы идем четко в графике. Что бы там кто ни писал, кто бы там ни придумывал, у нас таких, знаете, писак очень много, к сожалению, и в стране, и в мире даже так, вот этих распространителей разных там достоверных в кавычках слухов и источников, источников правдивой информации. По мосту могу сказать, что мы идем точно в графике еще раз. У нас проектно-сметная документация первого, ну, нулевого, скажем так, этапа подготовительных работ, подготовки причалов, подъездных путей и так далее, она уже сдана в госэкспертизу, находится в госэкспертизе. Сам мост, его проект делает крупнейшая проектная компания страны, которая проектировала Крымский мост, она сложена в Питере, и в первой половине, к концу первого полугодия, она тоже уже будет находиться в госэкспертизе Российской Федерации. Проект совсем непростой, проект уникальный. Никогда еще в стране, да и в мире, в таких вечно мерзлых грунтах такого большого моста не строили. Соответственно, технические решения, которые будут применяться при возведении нашего Ленского моста, они уникальны. Уникальные инженерные решения. И вот то решение, которое прошло через научно-технический совет Министерства транспорта Российской Федерации, это вот трех, так вот, с тремя пилонами, вантовый мост, очень красивый мост, он чем-то напоминает, наверное, вот мост через Владивостоке, такие мосты красивые, да? Да, на остров Русский. Он сейчас как раз, уже вот его макет, примерно вот так он и будет выглядеть, как на макете. Он разработан, основная часть его конструктивная. Сейчас, еще раз говорю, проект доделывается, и в первом полугодии он уже пойдет на госэкспертизу. Наши партнеры здесь, компания Рустех и ВИЗ, они сейчас привлекают еще третьего участника на данный проект, очень крупного. Я пока до подписания соглашения сказать не могу, но это, еще раз говорю, это величина крупнейшего масштаба, и его вхождение в консорцию по строительству Ленского моста будет означать, конечно, и, с одной стороны, и очень высокую оценку самой финансовой модели строительства моста, но и, в целом, возможности по строительству моста у всех участников резко прибавится, в том числе в республике. Что касается выделения федеральных средств работы идет, вот сейчас как раз Министерство транспорта изменения прошли. Мы надеемся, что до конца года состоятся ряд правительственных комиссий, по итогам которых у нас источники на ближайшие годы по федеральному финансированию тоже появятся. Но, еще раз говорю, на сегодняшний день пока отсутствие вот этих источников не мешает нам работу по мосту проводить. Что касается транспортной недели, там, конечно же, рассматривались очень интересные вопросы, в том числе реализация национального проекта безопасно-качественных автомобильных дорог практически 20-й год уже завершается. Сейчас дороги, в основном, все, что можно было построить, построены в стране. Сейчас уже идет там сдача, приемка, оформление документов, финансирование окончательное. Республика выглядит очень неплохо. Единственное замечание, конечно, нам серьезное сделали по отставанию, по финансированию строительства дорог по городу Якутску. Но мы все знаем, что здесь работы были несколько затянуты подрядчиками, поздно приняты и сейчас принимаются. Мы надеемся, что в ноябре, в декабре все-таки окончательное освоение средств со стороны города Якутска пойдет. Но и мы тогда окончательно уже не только саму строительную часть, но и финансовую часть тоже по проекту безопасно-качественных автомобильных дорог закроем. Подписан ряд соглашений. На двух хотел бы остановиться подробно. Соглашение подписано у нас с Газпромнефтью на поставку битума для нужд республики. У нас ранее, в предыдущие годы, битум всегда поставлялся в республику в летний сезон неравномерно. И иногда бывали периоды, когда из-за отсутствия битума здесь, например, в городе Якутске, работа вообще снаноривалась. Так как Газпромнефть является крупнейшей компанией в части изготовления высококачественного современного битума, соглашение позволит нам рассчитывать на то, что Газпромнефть здесь перед началом уже сезона строительного сделает накопление битума, уже будет осуществлена поставка, соответственно, нам не надо будет в течение сезона его там покупать, причем по разным ценам, да и иногда очень высоким, а уже будет по фиксированной цене поставка достаточно большого количества битума сделана, которая покроет потребности по республике. В этом году, например, у нас потребность была порядка 26 тысяч тонн битума по республике для как раз проведения работ на федеральных, региональных, муниципальных дорогах. Второе соглашение, оно беспрецедентно, такого соглашения раньше у нас не было, это соглашение с компанией Полиметал по совместной разработке документации и строительству на протяжении региональной дороги Яна. 67 километров региональной дороги Яна до Тополинова республика будет реконструировать в ближайшие три года. Мы на это вложим порядка 2 миллиардов 300 миллионов рублей, вот как раз по проекту безопасно-качественных автомобильных дорог, в том числе порядка 900 миллионов там пойдет на строительство моста. Со своей стороны компания Полиметал вложит 2 миллиарда 60 миллионов рублей собственных средств на строительство автозимника продленного действия от Тополинова, дальше Верхоянский Улуз до поселка Барлас и будет по пути как раз затрагивать месторождение серебра прогноз, который сегодня принадлежит Полиметалу и который они собираются разрабатывать. После того, как они за 2 миллиарда этот автозимник продленного действия построят, они его передают в собственность республики. Дальше мы от Барласа уже хотим строить дальше уже дорогу, как раз Яна, она поменяет свое тогда прохождение, оно сегодня проходит как бы, скажем так, восточнее, восточнее и севернее, а она сейчас пройдет немножко западнее и затронет основную часть деревень Верхоянского Улуса и вот в конечном итоге вот выйдет до Верхоянска и Батагаев. Это очень серьезный и важный проект, он, еще раз говорю, такой долгосрочный, это проект, который, конечно, мы там за несколько лет не сделаем, но через 3 года мы должны уже дойти до Барласа, а потом уже дальше идти туда наверх, к Батагаю. Речь идет не про технологическую трассу, а про дорогу общего пользования. Это именно будет дорога общего пользования, вот те ошибки, которые, к сожалению, республика в свое время допустила. Помните, когда технологические проезды строились по линии и строительства трубопровода Восточная Сибирь, Тихий океан, потом вот газопровода Сила Сибири, когда говорилось о том, что это обязательно потом каким-то образом станет общедоступным, а сегодня оказалось, что это доступно, но надо платить, да, и есть там постоянные ограничения и так далее, связанные с технологическим обеспечением технологической безопасности газопроводов, нефтепроводов, согласно федерального закона. И эти дороги, как бы, ну, нельзя сказать, что они общего пользования. Вот, мы в этот раз все-таки уже идем совсем по другому пути, и с «Полиметалом» вот такое решение нашли. Еще раз говорю, свыше 2 миллиардов рублей в ближайшие несколько лет компания «Полиметал» вложит в строительство дорог общего пользования здесь, на территории республики. Это очень серьезное достижение, и я надеюсь, что это позволит нам сделать очень серьезный рывок для того, чтобы дорога Яна, региональная дорога Яна, наконец-то начала становиться постепенно уже такой, знаете, проезжей в течение максимально большего количества времени. Ну, помимо этого, насколько известно, вы встречались в Москве с министром экономического развития Максимом Решетниковым, и провели ряд встреч с другими руководителями федеральных медведомств. Какие вопросы удалось обсудить? С министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым мы обсудили очень широкий спектр вопросов, начиная от реализации национальных проектов на территории республики Саха-Якутия. И Максим Геннадьевич попросил нас подготовить наши предложения вообще по модели реализации задач национального развития Российской Федерации в отдельно взятом, например, субъекте до 30-го года, исходя из того опыта, который сегодня уже республика имеет, и положительного, и отрицательного. И будет несколько таких субъектов, я так понял, по Российской Федерации, опыт которых они будут изучать и потом уже использовать для дальнейшего, скажем так, развития в рамках стратегического планирования по всей стране. Мы обсудили вопросы также и инфраструктурных проектов того же Ленского моста, обсудили вопросы развития ряда промышленных проектов на территории республики, социальных, социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения, объектов образования на территории республики. В общем, такой очень содержательный, хороший разговор получился. Уверен, что его результаты еще долго будут нам помогать именно в вопросах развития республики. Кроме этого, был целый ряд встреч и в министерствах, ведомствах. Отдельно хочу выделить подписание соглашения с Росрезервом. Это важное соглашение для нас. Оно позволит нам не только получать, например, нефтепродукты из Росрезерва, как у нас бывало раньше. Мы сейчас договорились, что по мере необходимости Росрезерв будет выпускать для нужд республики и продовольственные, и непродовольственные товары, в том числе лекарственные препараты по согласованию республики и Росрезерва, как раз для обеспечения нужд в том числе северного завоза. Учитывая то, что у Росрезервы продукты очень высокого качества и продовольственные, и непродовольственные, уверен, что вот это тоже позволит нам более качественно, более правильно и более эффективно исполнять те задачи, которые у нас стоят в рамках северного завоза. В ноябре республику посетил Сергей Степашин, который сейчас является председателем наблюдательного совета Фонда содействия и реформирования ЖКХ и гендиректор Фонда Константин Цицын. Сейчас хочу обратиться немного к цифрам. Так, в этом году по программе переселения из 109 тысяч квадратных метров аварийного жилья расселяют 6030 граждан, из которых по состоянию на 17 ноября расселены 3220 граждан, то есть чуть больше половины. Оставшиеся граждане ключи от новых квартир получат до конца года. Насколько это реально и какую оценку дали руководство Фонда по итогам визита в Яконск? Конечно же, программа расселения людей из аварийного жилья – это одна из важнейших задач в нашей республике. Потому что люди, поверьте мне, живут в крайне тяжелых условиях в этих бараках. Особенность вот эта чувствуется зимой. Я сам, будучи главой города, постоянно в аварийных домах с людьми встречался. Сейчас езжу по районам, тоже вижу. И, конечно, наша задача – вот это аварийное жилье максимально быстро ликвидировать. У нас по республике 1,1 млн квадратных метров аварийного жилья должно быть расселено в рамках этой программы по 2024 год, то есть до 2025 года. На эти будет выделено свыше 110 млрд рублей. Из них 80 лишним уже сегодня выделено по решениям, опять же, президента страны, на республику по линии как раз фонда ЖКХ. Оставшие суммы – это, конечно, наши обязательства, это очень большая сумма. – Софинансирование. – Софинансирование. Мы тоже здесь, конечно, будем испытывать определенные такие проблемы по бюджету к 2024 году. Но я уверен, что мы обязательно должны их решить для того, чтобы, еще раз говорю, людей всех переселить. Что касается этого года, никаких опасений здесь нет. Мы четко видим, что все дома строятся по графику, никакого запаздывания, срывов ни по одному району не наблюдается. И в установленные сроки люди или получат компенсацию, или получат уже ключи от новых квартир. Поэтому вот как раз руководство фонда, оно в постоянном режиме, режим онлайн практически мониторит исполнение данной программы. И республика – одна из лидеров. По объемам мы точно лидеры строительства, так и переселения людей из аварийного жилья, соответственно, как раз вот нам привезли платежку, большую платежку, серьезную платежку как раз на 2 с лишним миллиарда, для того, чтобы мы опережающе уже строили жилье для переселенцев из аварийного жилфонда. То есть большая поддержка со стороны фонда оказана республике вот как раз в этот приезд Сергей Вадимович Степашин и Константин Георгиевич Ситцин. – Хорошо, ну давайте вот вы как раз озвучили тему бюджета, обратимся и к этому вопросу. В начале ноября ЛТУМЕН рассмотрели проект документа на следующий год, формируется бюджет, ну все мы прекрасно понимаем, в сложных экономических условиях. А по каким параметрам финансирование предусмотрено в должных объемах и где все-таки приходится затянуть пояса? – Да, конечно же, вот эта пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис мировой, он очень серьезно ударил по нашей стране и по нашей республике в особенности, да, потому что основной, скажем так, наш промышленный гигант компании «Алроса» очень серьезно пострадала из-за пандемии. Во втором квартале продажи алмазов в мире вообще практически встали и только вот в конце третьего квартала, в четвертом квартале мы наблюдаем определенное оживление рынка, но понятно, что в любом случае уже по итогам 2020 года мы по «Алросу» будем выглядеть хуже, чем ожидалось. Ну и в 2021 году это все равно, даже если рынок будет восстанавливаться, даст негативный эффект, потому что мы как раз дивиденды в 2021 году будем получать за работу компании в 2020 году по итогам. Ну и понятно, что так как итоги не очень, то и дивидендов у нас будет меньше, чем мы ожидали еще год назад. Но так как все-таки немножко восстановления есть, мы ожидаем, что по налогам от компании мы в 2021 году примерно останемся на уровне 2020 года. То есть около 37 миллиардов мы все-таки планируем получить в виде налоговых и неналоговых доходов. После принятия бюджета в первом чтении, он как раз вот был принят в рамках порядка 199 миллиардов рублей, мы провели очень большую работу с федеральным центром. Я вот как раз во время двух, даже трех командировок в течение ноября месяца в Москву встречался и с министром финансов, встречались мы и с рядом департаментов, доказывали нашу правоту так вот и в целом благодаря в том числе и поддержке Юрия Петровича Трутнева полпреда, президента на Дальнем Востоке, мы добились того, что нам сохранили дотацию из бюджета Российской Федерации на уровне 2020 года. То есть если мы вначале планировали по бюджету федерального бюджета, по проекту было 42 миллиарда на республику дотации, то сейчас 51, то есть мы на 9 миллиардов только по дотациям увеличили финансирование. Также выделены дополнительные средства из федерального бюджета на повышение оплаты труда, ну по минимальному размеру оплаты труда, несколько миллиардов рублей. Так, выделены также средства по разным федеральным субвенциям. Очень хорошая новость недавно пришла, я об этом в своих социальных сетях писал, благодаря программе поддержки первичного звена здравоохранения, той программе, о которой президент страны Владимир Владимирович Путин как раз в Калининграде год назад провозгласил, после встречи как раз с губернаторским корпусом с нами, благодаря этой программе мы будем получать каждый год свыше 2 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Ну где-то 6,5 миллиардов мы получим за 3 года и эти деньги пойдут именно на первичное звено здравоохранения, то есть на строительство районных наших больниц, строительство фешеско-акушетских пунктов, приобретение машин скорой помощи, амбулаторного оборудования. Колоссальная на самом деле сумма для здравоохранения республики и в следующем году, например, мы начинаем строительство таких долгожданных объектов, как, например, Чуропчинская центральная районная больница, в МОМИ, в Хануш больницу начнем, в Вилюйске наконец-то начнем достраивать корпус больничный. В Усть-Май много будет построено уже таких фешеско-акушетских пунктов, оборудование будет покупаться. То есть такой, знаете, очень серьезный рывок для нашего здравоохранения благодаря этому решению президента у нас предстоит. В общем, вот эти суммы у нас сейчас ко второму чтению в бюджете появились, но и мы все-таки поработали с нашими, опять же, основными крупными компаниями, с той же Россией, с нефтяниками, с Газпромом, с угольщиками, с компаниями, которые добывают золото у нас в республике. И в итоге там порядка тоже на 6 миллиардов у нас дологовые доходы мы все-таки прогнозируем к увеличению. В общей сложности, поэтому после корректировок, внесенный на утверждение Госсобрания Илтумен проект бюджета, порядка 225 миллиардов по доходам и 226 миллиардов по расходам, хороший, на мой взгляд, бюджет. И он, конечно, немножко составлен все-таки по-другому. Учитывая проблемы этого года, учитывая те системные ошибки, которые всегда у нас в последние годы допускались при проектировании бюджета, я дал поручение, и правительство этот подход реализовало, и парламент в первом счете не поддержал, что мы должны максимально все-таки заложить финансирование на социальные статьи, на заработную плату бюджетников. Тоже образование у нас, например, в этом году имело большой недостаток финансирования в начале года. Только к концу года нам удалось его сейчас ликвидировать путем больших там сегистрирований по другим статьям. В 2021 году это уже не будет. Мы с самого начала и на образование, и на культуру, на содержание госучреждений, муниципальных учреждений по социалке закладываем полную сумму именно по заработной плате. Конечно, несколько пострадало материальное содержание, но это та статья, которую, как говорится, можно посмотреть уже при исполнении бюджета в течение года. Также мы беспрецедентно большую сумму предусмотрели на субсидию к коммунальному комплексу. Обычно всегда предусматривалось 16-18 миллиардов, а в конце года у нас сумма выходила где-то, знаете, 23-26. И вот всегда этот разрыв, он образовывался к концу года. Мы часть покрывали, часть уходила как кредиторка, и всегда были очень большие проблемы в итоге у предприятий энергетики, теплоснабжения, водоснабжения. Сейчас мы от этого все-таки уходим, и 23 миллиарда в бюджете уже с самого начала предусмотрено на субсидии коммунального комплекса. Другой вопрос, конечно, что эффективность коммунального комплекса, она должна вырастать, и мы над этим будем работать. Потому что коммунальщики тоже должны понимать, те же энергетики, вот компании, поставляющие тепло населению, что вечно раздувать свои расходы они тоже не могут. Должна быть достигнута все-таки энергоэффективность. Поэтому и одна из таких основных новелл бюджета 2021 года – это сельское хозяйство. Я все-таки настоял, и правительство сейчас и закон внесло, и в бюджете все-таки это уже появилось так, мы изменяем систему субсидирования молока. Если раньше у нас молоко субсидировалось только цена, то со следующего года у нас отдельной статьей пойдут те хозяйства, которые будут получать субсидии на поголовье. Это личные подсобные хозяйства в первую очередь. Много вопросов мне поступает, много, опять же, критиканов появилось, которые считают, что все будет плохо, что там деньги то ли разворуют, то ли денег станет меньше, силу будет плохо. Я рассуждаю очень, знаете, по-простому, как говорится, по-деревенски, да, сами из деревни поэтому. Вот в деревню сегодня в рамках субсидии на молоко поступает из бюджета 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Вот, например, бюджет 2020 года. Вот это те деньги, которые реально на местах вот люди получают как субсидии на молоко. Вот, в следующем году мы 2 миллиарда 800 миллионов оставляем. Мы их не трогаем. Эти же деньги пойдут на субсидию на молоко, на литр молока, который у нас с 35 вырастет до 50. Но плюсом еще придет миллиард 200 на субсидии на поголовье. В итоге в ту же якутскую деревню приходило 2 миллиарда 800, а в следующем году придет уже 4 миллиарда. Вот, в любом случае это больше. И когда начинают говорить о том, что вот пойдет туда, пойдет сюда, вот как раз для этого мы и передаем полномочия органам местного самоуправления на местах, чтобы они контролировали. Уверен, что и население будет это все контролировать. И Министерство сельского хозяйства тоже не останется в стороне для того, чтобы деньги реально дошли до людей. Уверен, что еще раз говорю, вот сейчас 2 миллиарда 800 деревни приходят, в следующем году придет 4. Это почти на 40 процентов больше. Люди это точно почувствуют сразу. На своих, причем не где-то там на улице увидят, да, они в своем кармане это почувствуют. Речь идет про подсобные хозяйства, а не про крупные СХПК. И про крупные СХПК почувствуют, потому что им вместо 35 рублей будут платить 50 рублей за литр. А личные подсобные хозяйства почувствуют тем, что вот им будут платиться деньги за поголовье. При этом они же, это молоко уже, которое они дуют, они же могут его сдавать. Тоже никто же этого не запрещает. Другой вопрос, конечно, там им дотацию со стороны государства не будет, но продавать они его там за 20, за 30 рублей за литр они имеют полное право. И там это тоже дополнительные доходы наших селян. Хорошо, спасибо. Теперь завершающий, наверное, вопрос. В ноябре на большие экраны вышел фильм «Тагендархан». После просмотра картины вы назвали ее самым эпическим фильмом. Лично я считаю, что действительно работа Ржакова удалась. Насколько важен вообще подобный продукт для сохранения истории и культуры Якутии, в том числе исторических фактов о национальных героях, с учетом того, что фильм вызвал неоднозначную реакцию в обществе? Ну вот, насколько необходимы подобные проекты, как «Тагендархан»? Я на самом деле считаю, что фильм замечательный, красиво снят, красивые актеры, красивая природа. 10 тысяч человек участвовало в массовых съемках, 10 тысяч человек из множества районов республики. Таких фильмов в России снимается, знаете, ну, наверное, не каждый год такие фильмы снимаются. Конечно же, этот фильм нужен, в том числе и нашей молодежи, для того, чтобы пробудить интерес к истории своего края и интерес к истории своего народа. Другой вопрос, что некоторые наши жители начинают этот фильм рассматривать как документальный. И вот начинают, знаете, начинают, а вот Легей был такой, а вот Тагендархан был такой, а вот они не там встречались, а вот встреча была там, а вот девушка выглядела по-другому, и пошло-поехало. Коллеги, художественные фильмы – это плод авторской идеи. И я считаю, что Оржаков, как большой на самом деле художник, художник с большой буквы, имеет полное право на свое авторское самовыражение. Он снял такой фильм. Вот именно как он его видел, он так его снял. Ну, это же не значит, что так в истории было. Кто сейчас знает, что там было 400 лет назад? Никто уже никогда не узнает, никто ничего не скажет. Да есть легенды, есть предания, но сам фильм, он немножко о другом. Это же вечные вопросы. Вопрос самосознания национального, вопрос трагедии человеческих, вопрос любви, вопрос жизни и смерти. Это же вечные вопросы. И вот как раз через призму исторических событий 17 века Оржаков рассказывает об этих, на самом деле, вечных ценностях. А мы начинаем его там опять начинать судить. Вот так мы так считали, вот так надо подходить, так надо подходить. Заявление подадим, туда напишем. Глупости. Вот это вот, еще раз говорю, это показывает, что, к сожалению, некоторая часть нашего общества, она еще, знаете, где-то сидит очень-очень далеко, чуть не в том же 16 веке. Ну, видимо, для этого и необходимы такие фильмы. Поэтому такие фильмы нужны. Они абсолютно имеют высокую художественную ценность. Я рад, что мы в Якутии наконец научились снимать не просто авторское кино. Авторское кино мы снимаем лучше даже не то, что многих в России, лучше многих в мире. Недаром наши фильмы, которые побеждают на международных кинофестивалях, они это доказывают. Но это авторское кино. А это, на самом деле, вот такое масштабное, эпическое кино исторического, такого, знаете, исторического склада. И мы, наконец-то, научились такой фильм, кино снимать. Я рад за якутский кинематограф, я рад за якутскую культуру. Хорошо. Спасибо большое, Александр Сергеевич, что нашли время, пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Но я еще раз... Большое спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо вас. До Нового года, я надеюсь, мы еще встретимся в этой студии. Спасибо. Я еще раз напомню, что в эфире телеканала ФНВК «Сахай» и «Якутя-24» мы подводили итоги ноября месяца вместе с главой республики Айсеном Николаевым. Удачи вам.